Тарифы на содержание и текущий ремонт во многих череповецких домах не менялись несколько лет. Поэтому управляющие компании вынуждены отказаться от выполнения некоторых услуг по обслуживанию домов. В итоге страдают сами собственники. Приходится больше платить за ремонт. Повышение тарифа, по словам коммунальщиков, мера вынужденная. Был сделан аудит тарифа для того, чтобы осознать, мы-то уже давно как управляющие компании осознали, то есть осознать всем о том, какой у нас тариф, насколько он не соответствует действительности, фактическим затратам, которые необходимо выполнять, чтобы содержать дом в должном уровне. То есть у нас довольно маленькая средняя зарплата по предприятию. У нас очень маленькая зарплата у среднего обслуживающего персонала. Почему есть проблема с уборкой дворовой территории? Потому что есть проблема с оттоком кадров, причем постоянный отток кадров. Чтобы оказывать услуги в полном объеме и качественно, коммунальщики предложили повысить тариф. Однако за увеличение цены проголосовали жители всего около 16% череповецких домов. Сказываются старые обиды на коммунальщиков за плохое обслуживание, да и собрать вместе жителей многоквартирного дома – непростая задача. Это все на совести наших управляющих компаний, поэтому как бы очень трудно вериться на все это. Повышает уже каждый год по нескольку раз обслуживание. Как бы вот так оно и будет, и лучше ничего не будет. Мы сомневаемся, например. Мы так в шоке. Третьейским судьей в этом споре собственников и управляющих компаний выступила мэрия города Череповца. Тем более, что закон предусматривает именно такой вариант развития событий. Была проделана большая работа с привлечением независимых экспертов. В результате тарифы на обслуживание жилья были рассчитаны для восьми типов домов. Учитывалась этажность, типы кровли, наличие или отсутствие лифтов и мусоропроводов. От этого выиграют все. И собственники, которые могут в праве и должны требовать от управляющих компаний за эти деньги, которые платят своевременную, качественную и необходимую услугу. Управляющие компании, которые понимают, и у них уже нет аргументов, связанных с тем, что мы не можем, не хватает денег или еще что-то оказывать эту услугу. И администрация, которая со своей стороны определяет некие правила игры, следит за их выполнением и при необходимости реагирует, вмешиваясь в эту ситуацию. Сейчас управляющие компании направляют в департамент ЖКХ заявки по каждому дому, где их рассматривают и оценивают обоснованность повышения тарифа. Затем, после согласования, будет подписываться постановление о закреплении конкретного тарифа за конкретным домом. Цифры пока не озвучиваются, потому что, во-первых, работа продолжается, а во-вторых, у жителей каждого дома есть еще шанс провести собрание и проголосовать за тот тариф, который они считают выгодным. Тариф экономически обоснованный, с полной структурой расходов на содержание дома, он открыт. Если есть замечания или предложения со стороны жителей, владельцев квартир, специалистов управляющих компаний, мы можем рассмотреть эти предложения, принять или подготовить аргументированный ответ, почему, скажем, установлен этот тариф. Еще раз подчеркиваю, он экономически обоснованный, но не является догмой. И это вполне реально. Многие череповчане на собственном опыте увидели, что самим управлять своим домом намного выгоднее. За меньшие деньги можно получать более качественную услугу. Для этого нужно просто организовать товарищество собственников жилья. Тариф на следующий год выбирается таким образом. Сначала проводится анкетирование по тем работам, которые планируется провести на следующий год. Каждый собственник выражает свое мнение, что на первую очередь делаем, что во вторую, что в третью. Подводятся итоги, потом готовится смета по этим работам. И уже на основании этой сметы подсчитывается примерный тариф, который на следующий год будет. Мое мнение, что лучше быть в товариществе, поскольку здесь именно решаются все, жильцы решаются, и у жильцов есть возможность отследить расходы, куда они уходят. Деньги, которые сдаются на содержание ремонта жилья. Получается, не хочешь платить больше, не будь безучастным. Не жди решения сверху, назначь цену сам.